Верка, сердечко! Я не знаю Лесбик Дэпс Захлопаем Танцы Раз, два, три! Поехали, ребята! Хорошо! Хорошо! Все будет Ой, не буду хоревать, буду танцевать И ты хво, ням-ням-ням Эй, хоп-хоп-хоп-хоп-тира-хоп Ой, чита-чита-дрито, танец заводной Тук-тук-тук, стучит сердечко А я иду, стаскаюсь вдоль чьих Давай! Льются песни, льются вина Любовь во мне тролевали Любовь для того, чтобы ее получали Я же сказал, может вы знаете эту фразу Она всегда говорила, что движущее колесо собака не обгадит Я попала, попала, попала на любовь Сколько счастья, что же мы с ним делать будем Ёлки, хорошо красавицам, они всем нравятся Всем удачу принесет Новый год Каждый пусть себе нальет, выпьет с нами и споет Верка Сердючка Помните такую? Веселая, самоуверенная Любит общаться с людьми От нее всегда веет позитивом и хорошим настроением Я хочу все, спасибо большое Андрей Данилко Тихий, зажатый, жестокий человек Не любит, когда много людей Рядом с ним хочется всегда уйти в депрессию И бесконечно быть грустным и унылым А ты прячешься в туалете, чтобы просто побыть одному Сложно даже представить, что эти две личности один человек Что я не хочу Не хочу и уже тяжело мне это делать Я выдавливаю себя, шутки Я реально себя плохо чувствовал И я все время хотел спрятаться от людей Я очень не любил, когда на меня смотрят Прежде чем продолжить более-менее стандартный биографический рассказ Расскажу историю из жизни Андрея Михайловича Можете не назвать меня Андреем Михайловичем Меня уже задолбало, я себя чувствую Алла Борисовна Прямая речь, Данилка Мне часто доводилось зарабатывать деньги на корпоративах у политиков И вы знаете, эти политики, они не политики Ну, типа не те, которых мы постоянно видим по телевизору И представляем их Это такие же кобели и... Сучки Особенно на Украине Ну, еще в те времена, да? Начало 2000-х годов Условия, да? Мне приходилось танцевать, петь, пить вместе с ними Они там пока, извините, с девочками по вызову развлекаются Даже не прикрываясь Я буквально видел все, что они там делают И эти все звуки Хочешь ты выступать или не хочешь? Тебе просто говорят Они начинают сбрасывать пиджак и танцевать, бегать этим паровозиком, да? А я в это время пела Ну, знаете, как обычные люди включают фоном музыку в комнате Чтобы не так шумно было Ну, неудобно, ведь за стенкой там родители, дети твои У них фоном пел я А потом я вижу этих же людей уже в нашем парламенте по телевизору Как их пенсионеры обнимают и говорят Ой, сынок, ну наконец же ты пришел к власти И теперь мы заживем, как люди Пенсию сделаешь побольше Спасибо тебе, они целуют его в губы Я смотрю на весь этот цирк и боюсь Боюсь за мою страну За этих бабушек Знали бы они... Это просто трындец Да это же я еще всего не могу рассказать, что было А тоже меня потом зибан-зибан Я говорю, я некоторые года вообще не помню Вот я вообще не помню Там в нулевых какие-то годы я вообще не помню Это... Андрею Михалычу уже 46 лет Никогда не был женат И уже не планируют А за всю свою жизнь у него было только две влюбленности Первый раз в первом классе Наверное, так как и у всех Второй раз Данилка влюбился в Гелю С его СВ-шоу Однако девушка разбила ему сердце С тех пор уже прошло более 20 лет Но строить новые отношения после Гели Андрей так и не решился Гелю то на самом деле зовут не Геля, а Радмила Андрей дал ей имя Геля Так как его настоящую сестру звали Галя И Андрей постоянно по привычке называл Радмилу Геля Путал с сестрой Так и повелось Причем с сестрой Данилка не общается уже много лет Так как она хотела обогатиться за счет успешного брата Вдаваться подробностей не буду Просто скажу, что она Сволочь Детей никогда не было у Данилка И он уже их не планирует Ориентация традиционная Кто-то скажет Да вы посмотрите, как он ручками помахивает Словно какой-то игривый проказник Его манера разговора, походка Как говорит сам Андрей Михайлович Объясняю Как говорит сам Андрей Михайлович Он кепку начал носить не снимая Потому что за эти 35 лет образа Верки Сердючки Он начал замечать в жизни черты ее характера Ее мимику, жесты, походку Без меня ты не интересен Без нарядов моих и песен Ты про песни заговорила Кто их пишет Ты не забыла? От Москвы до Ханты-Мансийска Люди любят вот эти формы Эти формы, Вера Всего лишь поролон Даже друзья при общении со мной говорят Это ты репетируешь для новой роли Сердючки? То есть он уже перестал замечать Когда она начинала жить его жизнью Кепка делает его мужиком На протяжении всех этих долгих лет Люди даже не знали, как его зовут по-настоящему Будучи на каком-то крупном концерте Когда его коллектив уже отыграл В гримерке переодевался То есть снял облик Верки Сердючки Выходит с гримерки У него спрашивают И там полы помойте? Его никто не знал Но когда одевает кепку Сразу понятно Это Андрей Данилко В 40 лет Данилко отчетливо стал понимать Что он перестал жить своей жизнью Что он хочет, чтобы его знали люди Что это лишь игра Верки не существует Есть только он С тех пор Андрей Данилко начал давать все реже и реже концерты А в 2018 году Верка Сердючка исчезла Навсегда Вот уже почти два года мы не видим Верку Сердючку Зато мы узнали нового талантливого человека Его зовут Андрей Данилко Он стал судьей на украинском шоу «Х-фактор» Его стали приглашать на другие проекты Например, стать президентом Украины Прямая речь Андрея Данилко Говорит, где твоя машина стоит? Мне говорит Я говорю, возле ресторана Говорит, мы можем перекинуть тебе в багажник Три миллиона долларов Я думаю, ого И я в последний момент Я говорю, Инка, нас умьют И я говорю, ну знаете, наверное Оставьте их себе И я сделал абсолютно правильно Когда у тебя много денег Прям вообще дофигища, до черта бабла Ты уже не знаешь, куда их девать Ты купил квартиру, дом, яхту, вертолет И за это время ты привык И научился управлять людьми Ну понятно, там, тем же водителем Домработницей И человек такое существо Которому всегда всего мало Он хочет больше и больше и больше Пришло время И я стал точно таким же Сначала я начал общаться С этими политиками И другими богатыми О которых даже мало кто знает Это не сильно общественные люди Но именно эти люди Делают президентами Президентов Предлагают мне стать президентом Украины Говорят, что им после такого Нужен какой-то клоун Шут Чтобы сделать перезагрузку страны Так как все стороны Которые были заинтересованы В этом военном конфликте Уже заработали денег И чтобы страна не стала банкротом Ну короче У них там свои стратегии Значит предложили мне такую должность Должность президента страны Я честно сказать даже испугался Такого предложения Но там где есть люди Которые предлагают тебе стать президентом Есть и другая сторона Которая не хочет Чтобы ты занимал эту должность Ну разве мне вам рассказывать Взрослые же люди Знаем как устроена эта страна И эти вторые мне говорят Андрюша Ты не туда лезешь Это уже территория Не смешно называется Я не хотел становиться президентом Но после тех реально угроз Моей жизни Я перестал общаться с политиками С богатыми И со всем этим коблом Кого они возьмут на мое место Я не знаю даже Но сказали что им нужен Какой-то клоун Какой-то шут Интервью 2018 года Причем после отказа Стать президентом кукловоды Предложили возглавить Свою политическую партию Под названием Сердючка Где Верка Сердючка В своем стандартном обличии И чувством юмора Возглавила бы политическую партию Андрей вежливо отказался Про себя послав их В жопочку Ну так вдогоночку И кусочки так просто Вы такая публика интеллиентная Не буду вам тут гоп-гоп спевать Не могу Ну друзья же выступаем Бесплатно Когда Андрею было 7 лет Умер его папа Алкаш От рака легких Мама обычный малер То есть Ну красил там заборы Денег в семье не было Тут Ну просто не было денег Причем Несмотря на папу Алкаша Детская психика Мальчика Не была травмирована Как это Ну часто бывает Андрей говорит Что у него было Счастливое детство На этом все Думаю Вы и так знаете Все о нем Так как Уже много людей сделали Географию Вычитали 100% Как он поступил в театральный Играл в КВН Как впервые в 1993 году Продемонстрировал Широкой публике Верку Сердючку Хотя расскажу Более детально Знаете же Маму Сердючки С которой он Везде появляется Так как Это Не просто Какая-то там Мама Это его Хорошая подружка Данилка Еще с ПТУ С Бурсы Они всегда вместе Они лучшие друзья Но Инна старше Андрея на 5 лет Сейчас ей 51 год И с самой Бурсы Вот уже 25 лет Они вместе Начинали пробиваться В жизнь Причем Эта Мама Хоть и изображает Из себя Всю жизнь Клоуна Весьма успешная Женщина Снялась в десятках Фильмах Замужем И счастлива в браке Воспитала дочку Которую уже за 20 Эта дочь уехала С Украины Жить в Польшу Инна Родилась И выросла в Полтаве Тут всю жизнь И живет Владеет ресторанами У семьи есть Шикарный особняк Много разных видов бизнеса Например Разводят на продажу Дорогие породы собак В общем У Инны Весьма нормальная жизнь Но она и работает Немало Иногда в прессе Появляется слух Что у Данилка И Инны Роман Ведь они постоянно На гастролях Снимают Один номер на двоих Могут поцеловаться Ничего не стесняясь Однако по заявлению Обеих сторон Они лишь Друзья Знаете Я же Тупо сам всего добился У меня не было Ни богатых покровителей Ни копейки за душой Я был Просто босым пацаном С С обычной С обычного Бедного города Прости Бедной страны Помню как Я сидел ночами Писал сценарии Для новых сценок Придумывал образы Ходил Искал на базарах Самые дешевые костюмы Причем Ходил Ходил Денег не было На артобусах Шиковать Горжусь ли я собой Да Я горжусь собой Хвастаюсь ли я собой Да Я хвастаюсь Я трудился Я вкалывал Я сейчас пожинаю плоды Своих потраченных лет юности Своей несостоявшейся семьи Когда другие бегали на свиданки Ну там шуры-муры Все такое Кто-то залетал Там Расписались Я горел мечтой Вылезть в люди С этой бедности Помочь маме Иногда конечно я жалею Что поздно узнал Что такое баба Как с ней надо обращаться Чтобы завести семью Детей Да как мы устроены Чем старше становишься Тем меньше хочется Создать семью Мой поезд ушел Причем ушел Очень уже давно Я даже не представляю Рядом с собой Постоянно кого-то Кто будет нарушать Мое личное пространство Да блин А мне даже не надо Ну как Вот я просыпаюсь Да Я могу не заправить постель Могу не почистить зубы Сварю себе кофе Иду на балкон Понаблюдаю за людьми Ну понимаете меня И типа Кто-то будет рядом Постоянно Да ну чё за бред Вот так сейчас говорит Андрей Данилко О своей жизни Не только говорит Пишет песни Исполняя их уже в качестве Андрея Данилко Если я скажу Не нужна мне любовь Ты мне не верь Ты мне не верь Мне так нужна Любовь твоя Твоя И ты об этом знаешь Но молчишь Мне так нужна Любовь твоя Я каждое утро Просыпаюсь И такие Блин Ну Сейчас послушай Я даже Я так развернулся Я вот Я сижу Я себя Вот Вот я как будто Не оправдываю надежду Да Вот я настолько пустой Все девочки Это мальчики Передеваются Каждый раз Что он всё время В чёрном И я понимаю Что это проблема Во мне Извините Субтитры